Продолжение следует... Я понимаю, что как минимум не подтвердились слухи, которые накануне распространялись в Киеве активно, что якобы встреча произошла, ну само по себе достаточно забавно звучит, встреча произошла, потому что Путин попросил Януковича приехать и обсудить вопрос Тимошенко. Я когда прочитал, так сказать, это в прессе, было, так сказать, очень, ну, было очень забавно, мягко говоря. Наверное, больше, так сказать, обсуждать нечего. Но, видимо, о каких-то итогах мы ещё узнаем. Понятно, что сам факт переговоров свидетельствует о том, что на самом деле не Украине, так сказать, без России, не России, так сказать, без Украины, видимо, так сказать, живётся достаточно скучно. Вот надо решать те вопросы, так сказать, проблемы, которые между нами существуют, и обсуждали всё те же самые проблемы. Там не проблемы Тимошенко, а проблемы цен на газ, проблемы возможного участия Украины в таможенном союзе, проблемы газотранспортной системы. Ну, насколько можно судить, по предварительным, так сказать, заявлениям двух президентов, к сожалению, по крайней мере, да, пока кажется, что, видимо, какого-то прорывного прогресса по этим вопросам достигнуто, достигнуто, скорее всего, не было. Хотя посмотрим, не знаю, может быть, мы, так сказать, многого не знаем. Потому что все ждали, так сказать, что какие-то всё-таки заявления по итогам будут сделаны, пока таких заявлений не сделано. Судя по косвенным признакам, действительно, прорыва не произошло, но я думаю, что движение всё-таки есть. И то беспокойство, которое проявили западноевропейские партнёры Украины в этом направлении, свидетельствует как раз именно об этом. Я думаю, что поведение Европейского Союза накануне этой встречи было весьма симптоматичным и характерным. И само поведение Виктора Януковича после проведения этой встречи, оно тоже весьма характерно. Оно, в принципе, укладывается в эпизод из знаменитого фильма «Иван Васильевич меняет профессии. Меня царицей соблазняли, но не поддался я». Мне кажется, что царицей действительно соблазняли, потому что 5% ВВП плюс для Украины в год – это тот результат, который Владимир Путин, судя по открытым данным, фактически предложил Виктору Януковичу в качестве, так сказать, ну не сыра в мышеловке, а в качестве реального экономического бонуса. Я думаю, что это фактор, и мимо этого фактора пройти очень сложно. Помимо этого, Украина, которая, безусловно, торгуется за очень льготное прохождение в таможенный союз, тоже, видимо, получила какие-то гарантии того, что эта тема будет обсуждаться. Я думаю, что все эти вопросы решаются в течение того долгого времени, длительного времени, который провели наедине друг с другом Владимир Путин и Виктор Янукович. Я не верю в то, что они просто сидели и пили чай, или договорились о том, что Украина в таможенный союз в никаком случае не войдет. Тем более, что Европейский союз, с которого я начал, фактически выставил ультиматум. Или Украина вступает в зону свободной торговли с Евросоюзом, либо она туда не вступает, потому что другого не дано – или таможенный союз, или зона свободной торговли. Вот мне кажется, что Украина уже дошла до определенной точки кипения, после которой, собственно, и будет понятно, будем мы вместе с Украиной, Россией, я имею в виду, пить чай, или мы отставим чайник с газовой конфорки. Я думаю, что в полной мере никто, кроме самих участников переговоров, а это два президента, не знает, о чем договорились и о чем не договорились. Поэтому всякие суждения на этот счет являются гаданиями. Некоторый повод для обобщения и анализа, ну, во-первых, связан с историей неудавшегося или отложенного визита в декабре месяце. Что тогда готовилось к обсуждению и что, в конце концов, послужило причиной переноса этого визита, это, в общем, известно. И также ясно из той пресс-конференции, которая предваряла, а не следовала за вчерашними переговорами, известно, кто как реагировал на разные вопросы. Ну, вот из того, что было вчера в ходе пресс-конференции, мне ясно, что Владимир Владимирович продолжает считать, что членство Украины в таможенном союзе желательно, хотя каждый раз это он делает постоянно, он делает оговорку о том, что это, конечно же, решение политическое, но решение, которое принимает сама Украина. И какое бы это решение ни было, мы, естественно, должны будем его принять к сведению. В свою очередь, Виктор Федорович Янукович, по моим наблюдениям, не хотел обсуждать тему таможенного союза. И для него то, что это прозвучало в ходе пресс-конференции, было некоторой неожиданностью. Он попытался заговорить на тему о том, что если мы обсуждаем таможенный союз, то надо это делать с участием Белоруссии и Казахстана. Я так, по крайней мере, его понял. То есть мы, как бы, по определению, вот здесь собравшись с Владимиром Владимировичем, всего обсудить не можем, так как других двух участников нет. На что, если заметили, Владимир Владимирович ему рассказывал о том, что хотя это так, мы принимаем все решения консенсусом, но из этого следует, что если Россия что-то не захочет в таможенном союзе, то она тоже способна провести свою точку зрения. И в этом плане обсуждать все-таки с ней можно и нужно. Я думаю, что главный итог этой встречи, вот в том числе, учитывая декабрьскую ситуацию, главный факт остается в том, что эта встреча состоялась. Процесс идет, и важность продолжения процесса значима для обеих сторон, и для Украины, и для России. Для Януковича этот визит в стиле чартерной дипломатии. Он не очень склонен к такому формату, как бы это не совсем его стиль, но сейчас он вынужден так действовать, вынужден одновременно торговаться и с Брюсселем, и с Москвой. Вот, собственно, смысл украинской внешней политики сейчас на двух главных для нее направлениях именно в этом. Торговаться и с Брюсселем, и с Москвой. Европу немножко шантажируют темы таможенного союза, а Россию пытаются убеждать необходимость уступок, иначе мы вынуждены будем повернуть, скажем так, или надолго остаться на европейском пути развития. Не будем пока говорить о каких-то успехах этой дипломатии, но совершенно очевидно, что продолжение Украино-Российской партии и какие-то значимые результаты могут появиться только после завершения Европейской партии Украины. И ключевой период здесь это июнь-октябрь. Как только и для Киева, и для Москвы окончательно станет понятно, что соглашение с Европейским Союзом не будет подписано, тогда игра пойдет по-другому. И отсюда и, скажем так, промежуточный характер нынешней встречи. Я, кстати, абсолютно не удивлен, но точно, что не Тимошенко обсуждали. Это, скажем так, не нужно принимать игру политехнологов Тимошенко за какую-то реальную объективную информацию о действиях Путина и Януковича. Но очевидно, что Янукович поехал в Москву для того, чтобы говорить о Газе, а заодно, вот об этом как-то мало говорят, а заодно четко определить дату и повестку дня своего государственного визита в Москву, в Россию. Вот это значимая тема для Януковича. А Путин, действительно, он хотел свести бы все возможные темы обсуждения к теме Таможенного Союза. А поскольку сейчас по этой теме не может быть никаких значимых окончательных договоренностей, значит переговоры будут продолжаться. Мне кажется, что могли обсуждать вот так долго детали, важные нюансы возможного будущего газового соглашения. Потому что по нему, судя по тому, что говорил Янукович в последнее время на своих публичных выступлениях, видимо, какие-то наработки рабочих групп существуют. Поэтому, видимо, обсуждали возможные варианты. Но то, что никаких заявлений после встречи не было сделано, значит не договорились. Значит переговорный процесс будет продолжаться. Ну и в заключение могу сказать, что все-таки сейчас главные события будут происходить вот именно на Европейском театре. Не хочу сказать боевых действий, но острой дипломатической борьбы. От того, как ищем Киев подойдет к майско-июньскому дедлайну, когда будет оцениваться готовность Украины к подписанию соглашения с Евросоюзом, абсолютно точно можно сказать, что никакого полного выполнения обязательств перед Европой не будет. Евросоюз не выставлял и не выставляет ультиматум по поводу таможенного союза. И европейских политиков волнует, хотя и не все, часть европейских политиков волнует возможность ухода Украины в сторону России, присоединения к таможенному союзу, особенно это волнует лидеров восточноевропейских стран Европейского союза. Но это далеко не главная тема и далеко не главное обязательство, которое выставляется в Украине. Тут есть масса, четкий конкретный список внутриполитических обязательств. Все они выполнены на него. И поэтому, как только будет решаться вопрос о будущем европейской интеграции Украины, после этого совсем по-другому, может быть, более интенсивно пойдут и украино-российские переговоры. И, скорее всего, значимых договоренностей можно ждать не раньше осени, а, может быть, ближе к концу года. Мне кажется, как раз вопрос о участии Украины в какой-то форме в таможенном союзе является принципиальным для европейцев. Это именно борьба за то, чтобы Украина не сделала шаг в направлении интеграции с Россией. Для них есть критически важный. Намного важнее, чем все прочие требования, которые выдвигает Европа. Европа. Украина некомфортный член таможенного союза. И, ну, так же, как, например, Великобритания морочит голову в Европейскому союзу, то останусь, то выйду. Значит, то вот мне не нравится. Это Украина всегда, даже если стала бы членом таможенного союза, было бы вот таким, амфант и рибль, значит, вот этого таможенного союза, и было бы головной боли, может быть, больше, чем реальной пользы для таможенного союза. Политически для России движение Украины в сторону таможенного союза, пусть даже частично, я позже предложу некий вариант такого частичного движения, является политической победой в борьбе за Украину между Европой и Россией. Поэтому, конечно же, Путин всегда будет говорить, что мы заинтересованы, и мы, грубо говоря, Европа говорит, что вы не ходите туда, в Россию, потому что им политически важно не пустить Украину туда. Россия говорит, вы тоже не ходите, хотя на самом деле и те, и другие понимают, что на самом деле лучше обойтись без Украины, но тогда политически они проигрывают. Ну, разве что европейцам хорошо включить Украину в зону свободной торговли, поскольку я считаю, что они больше получают, чем мы, если начинают работать в зону свободной торговли. Это не то, что я считаю, это мнение абсолютного большинства экспертов. Итак, вот, а теперь я хочу сказать, как мне представляется лучший вариант был бы, что называется, для всех. Ну, может быть, кроме некоторых европейских политиков, для которых любое сближение с Россией плохо. Мне кажется, что лучший вариант был бы такой, и он, мне кажется, вполне вероятен. Украина не под... Европа отказывается подписывать с Украиной соглашение об ассоциации. Именно Европа отказывается, мы показываем, как мы хотим. Отказывается, поскольку говорит, что мы не выполнили целый ряд обязательств. Ну, Украина отвечает, что мы, конечно, разочарованы, но мы все равно будем выполнять все требования политического блока договоренности об ассоциации, поскольку мы заинтересованы и в новом избирательном кодексе, европейском и хорошем, и в независимой судебной власти, правах человека и так далее. Это все нам нужно. Что касается зоны сводной торговли, то как раз даже и хорошо, что пока она не вступает в действие. С таможенным союзом очевидно, что мы не можем вступить в таможенный союз. Но там действительно 8 лет переговоры шли, заключили масса соглашений и договоров. Значит, но возможно договориться о некой дорожной карте на 15 лет или на 10. Дорожной карте, концом которой может быть полноправное членство Украины в таможенном союзе. А пока идет процесс, который демонстрирует, что мы тут политически европейцы совсем уже, а экономически мы реализуем свою чрезвычайную необходимость выхода из сегодняшнего тяжелого положения деиндустриализации Украины путем включения в цепочки взаимодействия кооперационные на пространстве таможенного союза. Мне кажется, что это было бы лучшее решение и для России, и для Европы, и для Украины.